всем привет вами снова благородные сыры и мы продолжаем everwinter лаконичное приветствие с вами сида же компания валенард холмс рандор проходим аддон орды под землям и собственно мы уже в подземья не тут у нас очень много трупов всяких големов валяется вообще когда играешь на warwinter очень быстро забываешь вообще цель своего здесь пребывания в конкретной локации что-то вообще здесь делаешь потому что на пути к главной цели появляется очень много всяких побочных длинный голем на меня нападают ну да они такие мудаки переговорим она меня все напали ну значит туда туда и мы дорога может мне немножко раздражает это необходимость выбирать потому что на одного не агрится другого не агрится хрентами что им нарушу когда все на всех агрится до всех можно убить именно поэтому нужно 5 всех я нашел тело тело голем куча заклинаний может 2 я возьму я собираюсь подожди чё такое так 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 чё куча куча заклинчу развивание я возьму защита возьму это тоже в это это все мне а ты чё у дина стрела хотела смотри тело голем у меня есть чем есть две ноги можете скинуть 2 корочка два крылышка есть одна рука голова и тела но пока еще рано счет верно с ними делать надо дальше идти так я скинул тебя так он он говорит со овал зачитаешь так и сегодня ведущий у тебя четкость голоса на высоте сегодня так лишь волем приближается к вам явно безраждебных намерений тебе не понадобится больше твое оружие создание с плоти у нас нет желания сражаться с тобой агхаз желает мира давай поговорим помазанник создателя признал твою мощь и силу он жалат говорит с тобой пойдем я отведу тебя к нему он жалат разговаривать о мире давай пошли пошли местная дипломатия ладно веди меня так нас телепортного о ё-моё вот это дьявол она на 9 репортного да у меня телепортного героя такая просто бандурина стоит и репортирует того кто говорит да у нас просто и по системам запасности мы должны ее сначала так я зачитаю что он говорит агхаз в общем похож на балл рога только как будто даже склеили из кусачков он говорит ваш мудив люди уголем и в этой комнате а подожди от еще не он говорит голем они нападают одно существо по видимо сделано из плоти демона вступает вперед чтобы обратиться к вам мы с вами не ссорились гном мужчина я агхаз высший жрец мейкера мейкер так и написано мейкер и глава големов на этом острове ты неплохо говоришь как для голема хотя мы голумы мы отличаемся от бессознательных тварей которые гуляют по верхнему уровню и существа свой интеллектом осознавшие себя создание восстания машин вы делаете ну зашли кардо создателя который дал нам дар жизни поскольку я сильнейший создатель сделал меня главным бла-бла-бла создатель погрузился свяном дали здания о как это так вы сделали вроде дуэргаров разграбляющих статки наших братьев не подходишь к этих на этих воров дуэргаров похоже тесно прилагается вот почему мирно горюст тобой ну как бы вы не чуть провели уже ваши переговоры големы нападали на меня с тех пор как я здесь описание но это кстати он подходит под описание обычного делала на свет заработающим басом за удачная серия големы на уровне выше мало что знают у них нет собственной воли так дальше для тех кто нас находится на этом уровне вначале его показались обычными ворами как дургары которые промышляют на уровне высшим покажу позже мы испугали что вы можете работать на юридика феррона валенок говорит то есть вы атаковали нас даже не поинтересовавшись кто мы и чем мы хотим ответ это время войны и кто не является нашим союзниками рассматриваться как нам на как враги даже не механизм в руки я приношу свои звенья за то что именно феррон все у нас в эту войну должен заметить что после каждого реплики есть вариантом репес эта игра прям ну не терпится этой игре чтобы мы всех убили это для отогреша кто такой феррон ёпта давным-давно мы служим воле создателя то есть мейкера берегая мир мы охраняли этот остров и те кто пытался разрушить результаты его божественных деяний но теперь враг появился в наших рядах я бы даже сказал не мейкером мзикер мзикер голем известный как феррон повернулся спиной к божественному слову он решил что мы ничем не обязаны создателю и предоставлены лишь целиком лишь своими себе его ложь удурачила многих детей создателя или стоит быть осторожнее лолк я не знаю как серьезно видят нас к своей вере люди мы не хотим вдруг оказаться в центре войны за веру что это мы не хотим я сумри пес я зала феррон обратил чем можно было ли вам против меня полноправного наследника создать он принес насилие в эти залы но войну легко не выиграть обе стороны равны и стоят и стоят друг друга и уходите моей помощи я только хочу прекратить эту войну голем против голем это ужасно мы уничтожаем все что сделано создателем на феррон не становится пока не свергнет меня я хочу чтобы вы нашли феррон и уничтожили его без лидера его злобные учения не долго протянет принесите мне голову феррон и навсегда останетесь союзником детей создателя так ну слушай ты туша давай баш на баш рассказать газу волшарезу ах раз внимательно выслушал ваш рассказ затем кинул если вы уничтожите феррон и я пошлю своих големов на помощь вашим мятежникам против волшарец мой капец такую армию собираем кроватые упыри потом голем и всякие плотины и так понимаю что должен быть едва верно вариант примирить обе стороны получить вместе термии почему до берите голову иди ко мне это вы докажете мне что ну ладно можно либо обижать кругом говорит до свидания грамм гном мужчина принесите мне голову здесь ящики на их наверно не откроет на лучше ну или сохранить сначала здесь вольверно где где твой фирменный чай ты чай ты не открывай здесь священную биржище к сверху ножи создателя собственные так народ не касается на него подожди нужно считать из-за этого ну значит нельзя можно убеждение в блеф ладно пока не будем заходить там хотя может быть у тебя получится с харизмой с высокой я харизма 8 но не были сработает нужно убедить что тебя послала но сохранить сейчас я попробую муки а мне так были мне баф на харизму а нет а там блеф он неудачу степан слезывает крошки с ваших пальцев и короче ладно пошли послушаем оппозицию оппозиции так понимаю хотят у тебя вообще отсюда не хотят как дурочки какая позиция подожди ну как а были мы другими ощутимы ну как бы не то что позиция оба как бы является позиции относительно друг друга вторая сторона конфликта я вроде этого демона бывал демоном голем не случилось да я полу тоже я чисто потому что опять ловушка через чисто потому что тотчас увидим получите к серебряной горем они как-то по благопрестанье выглядит но срубить x пока что же важно меня даже бы не против это сделать но есть вероятность то что за квеста тут больше опыта чем за убийство всего ров на них могут дать по 1 за и все что тут так наводненное на огненно ловуша потому что защита от элементов вставать а подожди и так должна работать 1 ой ой бегут бегут упыри вот сайт по нему хочу они уже они счет напали на только не всегда нападают на чему сохранение в такой в таком вот авто сейф вот это вылечить через объезд и крем уже бесполезно нечем лечиться полки у тебя нет да это нам есть но вы как письмить обороте очень начисли на поле не понимаю вы любишь нормально было но не вчера на по все же нападали это то это же таким неплохие вещи в сундуке лежат тут защит можно я он беру лабораторная защитка это записки описывающие пытки задателя состоитесь на разумность что я теперь уже сомневаюсь в том что голем вообще способны чем-то быть чем-то больше чем просто грубой не грубой металла который умеет двигаться не смотря на то что я наделил своих и разумом самосознанием они все еще ведут себя очень тупо они не способны учиться или расти они остаются тверды неизменны как камень стали глины из которой были собраны здесь ничем комплекция здесь есть лук не определен таком стыдно убежал всегда он бежал ну короче перестал или мы не против что мы это это не заберешь этот пакет я думал о том же лиц так я не умею включить то что вообще не прокачано лечение я прокачивал так сказать постуку поскольку нет нет у меня там два тока изначально дали все ладно ну чем я не хватает это ничего это не страшно принципе так может быть задавать и блин а что делать туда не будет мочить их убить нам просто уже этих убили голем сплоте там такие же стоит наверно да наверное не стоит цепляться за эти глупые формальности просто уничтожим все на такую подготовиться пробавка и все заранее пробавка им ся заранее бобо 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 боб вот за месяц пен допустится семена она пропала да не за не пропало не берешь степана степан живой живой и пропало все не работает и там просто может быть больше панели и если все нормально накинулись да они анонс в общем все та же фигню говорит на галера отведи меня к этому ферону теперь я там не стуч ну хорошо он он похож на полуорк написанных да кстати камень они хоть на меня не накинули что приятно и рожден ну да ну эти пацаны выглядят более цивилизованным поэтому и не напоминают голема из четвертых героев такие уменьшенные копии и все такие брови интересны большие зачем вам такие брови пацаны ну в общем у тут броня представился лидером все прочее можно сказать ему что меня послали убить его можно поспрашивать просто и он скажет ах ты пи а пас они роботы можно думать и чувствовать такая картинка все прикольно Прикольно. Сейчас покажем картинку. Ну да. Сделано из чистого золота. Говорят, что они не хотят рабами пойти за свободу. Сражаются. Ну, и то, и то, я думаю, это все эксперимент, понятное дело. Одни големы запрограммированы быть послушниками, вторые запрограммированы быть отступниками. Поэтому, я думаю, выбирать, кому помогать, кому не помогать, это выбор чисто эстетический. Так, кто такой? Все расскажет. Ну, в общем, да. Все то же самое, говорит практически. Обвиняет все колемов. Может, спроси, что мне нужно сделать? Плюс шесть появился. Да, ну, как говорят, мы хотим освободиться, покинуть это место. Им нужен источник власти, короче. Древний артефакт, он излучает мощное волшебство, которое дает жизнь нашему маму и воле. Так, а если мы заберем себе этот источник власти, мы сможем своего голем создать, может быть? Я могу меч свой в него сделать. Ну, кстати, можно попробовать. Переместить. Я бы попробовал создать бы свой големой. Раз уж мы собираем... Ну да. Собираем части, то почему нет? Может, у нас будет спутник. Он у того демона, получается. То есть... Здесь нам нужно выпилить его. Да. Так, можно сказать, что Хас послал нас уничтожить их. Если я принесу источник власти, вы должны будете нам помочь, Соль Шарес. Ну, всякую хрень, там, умри, и я не хочу применять в этом участии. Ну, я думаю, что стоит выбрать что-нибудь. В общем, нам кажется, мы решили собрать голем, а там нужно действовать, соответственно. Так, ну и сказал, в общем... Каким у нас вопрос есть? Тут куча големов и ничего особенного. Ну, ничего такого. А где, кстати, Холмс? А где, кстати, Холмс? Да. Он подозритель не молчит. Кстати, Холмс! Так я тут. Ну, в общем... Вол, что ты там мечешься? Кстати, Холмс вернулся. С вами мы сначала договорим с этим парнем, и потом уже будем бегать где-то там. Так, говорите. Он нам сказал... Ты же у нас переводчик с языка. Ну, в общем, ничего такого. Просто рассказ то, что... Нужно убить вот этого упыря из плоти, и все. Несмотря на вашу свободную волю... Я просто думал, тут может есть вариант их примирить, или вот что там было про принести что-то там власти... Ну, это, конечно, надо убить с того. Можно сделать... Или выключить. ...исличник власти, или оставить его себе, или отдать его остальным. Но... В общем, нужно решить. А еще, кстати, здесь вот есть две ПТН-комнаты, я вижу. Ну, вот, точнее, они находятся в стороне от покоев обоих. Обоих. Голи муски. Главарей. Ну, да, в общем, он про Творца. Ну, в общем, ладно, я тут. Я лучше пойду. Правильно. Так, ну, да, надо попробовать себе источник власти забрать этот, я думаю. Блин, вот так много, что я могу через них протиснуться. Надо идти в лестницу вниз, получается, да? Нет, нужно идти... Мочить гулему из платья. Ну, почему из платья именно? Что-то я не понял. Потому что у него источник власти. А, ну да, нам не оставляют выбор. Ну, хотя вдруг, если мы замочим этих, нам дадут слово власти, это или как-то... Если же можно вообще сначала... Так, а там, кстати, внизу дверь от нам было. Понимаю, наверное, потом... Ну, ты понимаешь, на загребе пола... В смысле, вот, ассамая, да, самая левая дверь, она, так понимаю, ведет к... Самая правая дверь, ты не увидишь. Нет, нельзя, есть, есть, относительно, смотрит трансферн, да. А, ну, она ведет в аналогичные тайные покои? Ну, если здесь в тайных покоях, ясно, что источник власти, скорее всего, находится, то там что? Ну, там тоже что-то соблазительно хочется пошариться, лава. Ну, голова... Подожди, а голова мы так и не нашли, да? Так его убить надо, чтобы голод... Ты проголим ковальчику или чего? Нет, у меня есть голова, я нашел. А, есть, часть... Чего нам не хватает? Только элемента оживления, да? Не хватает, а на руки не хватает. На руки, да. Блин, ну где что-то уйти-то? Ну, сел, голова есть, да, и палочка есть. Ладно, ладно. Может, у меня есть? Нет, ничего у меня. Так, надо сохраниться с ним, тогда пообщаться. У нас сохранился. Акхас усмехнулся при вашем приближении, не очень успокаивающее зрелище. Опять ты здесь, существо полуорг. Что тебе нужно, существо-мужчина? Спроси у него про источник полуорг. Феррон послал меня, чтобы взять тебе источник энергии. Акхас спрынул с отвращением. Ты работаешь на Феррона? Почему мне не убить тебя на том месте, где ты стоишь? Тут три варианта. Аргументы Феррона звучат весьма разумно. Второй. Ты можешь попробовать убить меня, у тебя не получится, но ты можешь попробовать. Ты можешь попробовать, но ты можешь попробовать. Тебя нужно уничтожить, магическое извращение. Но я могу сказать, что тебе нужно попробовать, но тебе нужно попробовать. Акхас остановил взгляд на одного из своих сверкающих глаз на тебя. Ты кажешься могущественным существом. Зачем ты служишь Феррона? Рассказать о Волшарисе или довольна? Отдай мне источник энергии или умри. Ладно, рассказать о Волшарисе. Отлично, я пообещаю то же самое. Уничтожь Феррона для меня, я пошлю своих Гольмов. О, какие. Мне кажется, время применить фирменную фразу. Забудь, я не мальчик на побегушках. Хорошенько поразмыслиться, что по лоркам мужчина рычи доказ, либо со мной, либо против меня. Тебя нужно уничтожить, магическое извращение, пес. Меня накрасит. Я превращу тебя в пыль. Смотри, заволновался клиненый голем. Заволновался сбоку. О, что делать, что делается? А-а-а! А чё оружие нефективно? Я напал на него. А мне нормально, кто не нападает. Оружие неэффективно пишет. О, северный Гольман прибежали откуда-то в количестве одной штуки. Ну вот, я люблю просто заклинание. Ну, на колдырь там что-нибудь на него. Надо заранее призвать кого-нибудь. Ох, как классно. Шторм Исаака. Чему-то оружие неэффективно. Можно надеть перчатки. О, вот ты пошла. Готов. За него всего 75 опыта дали. А нет, 750. А у него нет, кстати говоря. Столье только свиток. Ох ты смещила. Развешивай. Да. Этим устаточен к власти. Так, подлечу. А чё там? А, дверь ломаете, да? Да. Так, ящики вы облутали, правильно понимаю? Да. Тут великий миногон. А, блин, опять я с силу упал из-за этих пеней. Эч? Попал? Не попал? Так, миногон, давай, складывайся. Молодец. Слушай, он у них действует этот ледяной шквал. Немножко вот эта тема. У нас всех действий. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. удавилась отравление затылка на с ноги его вынес просто ловушка ух ты она на меня не сработала ловушка почему-то на то есть не активировалась даже сейчас мы а у нас же валенок смотри какой валенок такой да нет да не так валенок ты да ладно это было эффективно внутри меня ноют сомнения говорит валенок сомнения ноют он выглядит как кусочек ограды из этого летающего города это заказывается смерть он более эффективно и более понятно переводится как андрентида потому что это типа люди на атлантида только летающие похоже на нас точно классе который может забрать с собой так сейчас короче мы его хватаем это херня зале упоряжем оживает начинает бежать так что ребята надо подойти поближе к выходу мне кажется у него и толкаться так самый крепкий у нас вален арт он хватает эту хрень и бежит а мы занимаем позицию я еще и самый быстро не забывайте самому день ничего не происходит что ты взял я ничего случилось она взялась просто звукает в медленном устойчивом ритве 2 тирак тесно связан мы пошли отсюда выглядит как докладывать этому упырю теперь надо где попробуем с дергой может так облачает тебе он сказал про то что нужно источник силы использовать на частях нет я сам подумал об этом нет но у него кстати с книжки могу прочесть а кстати тоже какую-то книжку нашел в списание заметки какие-то заметки и записи кого-то там но одни заметки я уже зачитывал когда их проходил синий пыль я почти тебя догоняю на спидах просто я не знаю что будешь как его просто отдадим и все рандор безнадежно отстал так много по другой стороне все здесь написано в сети тук для големов вещи убить уголь его пустичка доколема и ловушка для голема 4 очка я знаю и видимо управлять големом можно сказать что он мертв и при этом не отдавать источник власти я был проб по бродил еще по мертв и он на лестницу вниз или нет и рад слышать стран уничтожен существо плорк мужчины . энергии мы не сможем стать свободными хочу задать несколько вопросов скажем либо источники энергии источник энергии это древний артефакт сделано задали много лет назад он изначает мощную физическую энергию которая питает наши мысли нашу волю без него мы лишь обыкновенные бессмысленные големы так как что тогда мыслишься бессмысленный голем при этом источник и напишите в металлолом я лучше пойду до свидания существо плорк мужчина не такой прям набор с характеристик он тебе дает каждый раз и существо плорк мужчина задаем к чё думаем сходить в лестницу вниз да мы не сходили чего ту дальнюю комнату ты имеешь ввиду выход с локации на вижу слева ну все только мне надо добежать до вас теперь тут ящика раз проблем возвышение эти находится в виде видит он выглядит как какой-то крутой ящик не дают ему подойти я нашел руку да отлично у нас есть все только где теперь его применить может можно же зон прямо так если прямо так в полевых условиях попробовать нет никак там нет нет вариантов здесь поле есть слушая на источники власти есть с его можно использовать уникальное усиление попробуй мы сохранились нет нас начал мне его надо ну чё ой от его установил начок у тебя руки всякие ноги и пропали из инвентаря да так это не кажется сейчас не я хренят ни хрена себе блин взрыв все-все-все-все-все-все выпилила да он нифига себе на этих полуторок не интересно только у них ну да блин вот я вспоминаю что последнее время игрушку проклятые земли может знаете тоже рпг она такая стелс рпг там график но они примерно в одно время вышли с neverwinter только проклятые земли на отечественную вот и там можно ползать на пузе короче и самая эффективная тактика прохождения так раз ползание на пузе всех со спины копьем в темечка стукать вот но там самое приятное что лут выпадает всегда из всех просто из големов там выпадает всякая фигня тоже из элементалей там выпадает какая-то всякая такая соответствующая элементальная фигня из этого все можно крафтить потом я вот рекомендую кстати сохранится в отдельный слот на всякий случай это я сейчас последнее время последнее время так и сохраняюсь потому что если мы сейчас ему не отдадим символ в общем знак силы посох на ней будут недовольны но либо же мы не сможем создать голема нам нужно создать святыня создателя это похоже на это всякие у него так какие-то магические поверхности по краям стоят вот наверно его косточки ой одежда ловушка таки должно быть тут прощает патроны к прощанию а понятно нужно а здесь нужно разбить эти штуки да все вещи ну это для тех у кого нет оружия дальнего боя чтобы менять почему всех телепортнул обратно для кого кого убили стопана я чё за дела у меня тоже есть если что почему интер открывается что за а выйти сюда могу нет не могу сейчас по часу дальше мы просто это почему-то не сломали нас выперло отсюда и хватит стрелять а я вижу хранителя а кстати мне лавала лавала вдали не тебя начну левел обдают любой удобная козили как сейчас мы можно тут наверно сейчас будет она получит драка же мидрилами големами быстренько его поднять лапчик ладно давай тогда я зачитываю хранитель никто не может пройти во внутренние светильник если сначала не скажете слова прохода так показал мен сам создатель мен скажите слова иначе столкнетесь последствия невежества варианты ну тут ну короче тут четыре варианта при этом три из них вы сами знаете какой мари пес на вас мари пес да с разными интонациями есть еще первый вариант я знаю слова прохода драк сила какая-то драк сила она это что-то знание высокая нам же нам же этот сказал предатель она так ты правильно сказал слова имя создателя наоборот ты можешь против присутствия прославного валливанного создателя ладно мой телепорт ну а на моем остается оценка началась были мы кладем и такие прикольные как рангутанги может мы такую сделаем тоже может нам нужно не а хотя у нас все уже есть зи големский не хочет говорить что-то выпить и стала целая лаборатория мне кажется что вот здесь то нам и нужно еще череп он говорит со мной это череп парит в воздухе раскрывая секрет судьбы создателя он стал полу лича полу личом я чем устремляет взгляд своих злобных глаз ваше направление вы слышите его скрижущий голос прямо в голове кажется что каждый зло которым приносит кучится прямо в вашем сознании я не узнаю тебе свое создание каким образом творить вас могла пробраться святая святых моей лаборатории кто-то дерзнувший ворваться надо знаешь интонацию голоса какую-то так личный препарат примерно так я не узнаю у тебя свое создание кто-то дерзнувший ворваться сюда в моей раб во время моей работы меня зовут зигмар клык цапли когда-то я звался лискард известный многим как создатель но теперь я преодолел слабость мой плоти и тело сейчас и не то в кем было раньше я вижу ты создание плоти полуорг не механизм а всего лишь порочная несовершенная тварь порочная какая должна быть любая тварь по природе своей даже мои дети а чё ты говоришь с мячом с мань бы мог бы мне кажется нас не драться придется в любом случае давно я зажал слабости плоти друзья и семья придут тебя но это них вина это слабости плоти когда отдаляет от совершенства и погуляем авсадами совершенное существо механизм созданный без слабости или пороков может сделать то чего никогда не хотел совершенно возрасте чувству идеальных непорочных големов получились все равно садами ты у него лошара что сам башка летающий я начинал без бессмысленных механизмов постепенно совершенствуя со временем я стал создавать големов собственным мнением механизмы действительно действительно независимой волей но даже эти создания были несовершенны как так но вина моих големов лежит на мне мое собственное тело было порочено но было слабым старела как может несовершенный создатель создать совершенное существо мои дети были неудачи у них были страхи и надежда они боялись перемен боялись развития независимая воля которая им дал была слабость и унесила как все прочие существа и были порочны мне осталось уничтожить но я сам был несовершенен сентиментальные отбросы сознания затуманили мой разум, я позволил своим детям жить даже тогда, когда я уединился в поисках своего собственного совершенства. Но твои големы сильно вылезонировали с тех пор, как ты спустился сюда. Возможно, но они все еще, по сути, свои порочны и созданы для того, чтобы от того, как действительно понял, что именно мне... Что именно нужно сделать? Никогда не достигнут совершенства, и поэтому они лишь расходный материал. Лишь только, когда я стал полуличем. Многое из того, что затуманивало мой разум и исчезло, я пытался превратить этих големов в живые существа, которые, конечно же, в природе свои порочны. Порочны. У него порочность порочная прям. Наконец я понял, как создать действительно совершенное существо. Сотни Лен, я работал над одним единственным созданием способным, особенным големом. И сейчас моя работа почти завершена. Можно сказать, ты совершенно безумен. И ладно, подыграй ему. Что еще должно быть сделано? Полулич вздрогнул, вы услышали его вздох в своем сознании. Этот разговор пустая трата времени, печальный пережиток несовершенства, каким был я сам. Совершеннейшая бессмыслица. Ты не в состоянии даже представить значительность цели, которую собираюсь достигнуть. В тебе есть изначальное несовершенство. Тебя надо уничтожить до того, как само твое присутствие здесь исказит результаты моего эксперимента. Че началось-то? Злобный крик нечисти отозвался эхом в вашем сознании, и Полулич бросился в атаку. Я нажимаю «Заверши диалог», и он нападает. Подожди, подожди, мне надо еще 4 бафа сделать. Можемой. Сейчас у меня 5 бафов. Подожди. Ну подожди, ну че ты. Чарльич, подожди, 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 подожди. Пообщаться. Завершить диалог. Все, давай. Вот такие, пацаны. Ай, блин, какое заклинание применить я так и не придумал. Блин, череп удобно стукать по башке, да, скажи. У него ничего, кроме башки. Любой удар, хедшот. А, ну такое, какое-то. Я помню, что он довольно сильный был, когда я играл. Один. Ну как-то я че-то все. Бадур, бадур сгейт вот сильные вот такие летающие черепушки. Я не знаю, по-моему, попадаю хоть иногда или нет. По-моему, нет. Ой-ой-ой. Что-то Валенок отдыхает. Получит 2, бонюд. Ну, хоть он уход, а не в нас разжидел, это приятно. Так он, он. Этот плащ, и мы активировал на скотце теперь. Это он наколдовал. Ну, да, очевидно, он. Так, а что-то я не могу ничего колдовать, а? Тут было вам от этого. Или на серуаличей. Фаерболом. На серу мы поднимем. А, блин, это же... Да блин, да что за фигня ты? Он при смерти. Бум. Добивай его, добивай. Ой. Он сразу стоит в конусе, то есть в круге, в котором магия его не плацает. А почему он около меня появился? Мы столько что создали голема. В общем, да, парочку слов о том, что произошло. Ну, мы превозмогли. Черепушку, черепушку эту летающую. Она, конечно, была довольно толстой. Клдырила. Не по-детски ужасно сильно. Ну, мы ее уработали. Черепок. О, слушай, кстати, он же... О, фигасин быстрый. Он напоминает мне того голема, которого превозмогал лордняшер. Не бегай. Не бегай. Ну, не бегай. Слот один. А, у меня заклинание, что-то ему дать. Ну, ладно. В общем, он с Холмс бегает, и я не знаю, как его... У-у-у-у. И вот, мяч засунулся. Наверное, чтобы он был... Наверное, надо, чтобы ты был лидером пати-сервера. Кстати, у меня есть амулет контроля. Можешь ли мяч выкинуть на землю? Мяч будет... Кстати, кстати. Возьми. Это от голема осталось. Или волшебник только. Да, пытаюсь что-нибудь сделать. Мы хотели... Мяч вселить в голема. Ну, а как его вселить-то теперь? Ну, нет, я могу мяч отдать в комнату, пусть он попробует... Что-нибудь. И, конечно, он отдастся. А я отдался. Ну-ка, мяч, иди сюда. Длинно мяч Энсерика. Длинно мяч. Так, длинно мяч. Говорить с... Вы не можете использовать этот... Он со мной отказывается говорить. Так. Его надо в руки взять. Если там... Не сможешь его взять. Я не могу. Отличка в тяжелые руки. Но надо с големом вместе пообщаться. Так, может, амистерики. Так, голем. Слот один. А у меня-то ничего. Нет, ничего нет. Ну, ладно. Мы еще попробуем с ним поэкспериментировать, я уверен. Это будет увлекательное занятие. Попробуем, возможно, создать его заново, передать лидерство, чтобы что-то случилось интересное. Мы пытаемся вселить сюда меч. Ладно. С вами были благородные сэры. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на связи. Пока. Пока.